Продолжение следует... Представляете, хотел бы сказать, что вопрос возник на полный, если кто думает. Следующее заседание и жизнь наших шефов будет не здесь, а будет в поездной, в городе Ярославль. Поэтому в мае у нас не будет здесь заседания. 22 мая мы, получается, приезжали в Ярославль-Малитетскую выставку. 24 мая открывается большая конференция. И там сообщение о тему жизни наших предков будет порядка 12 тысяч. Это будет интересно. В следующий день, 25 мая, мы открываем 14-ю Российскую геологическую выставку. И в этот же день Ярославль отличает деньги. Вот это небольшой праздник, большие гулянии, будет очень интересно. Мы это проходили однажды, когда мы ездили в Лины, открывали несколько секунд. В Саппало тоже так же занимали. Очень интересно посмотреть местные обычаи, местную выпечку. С людьми пообщаться. А вот 26 мая у нас будет для участников выставки конференции, будет еще, как всегда, культурная программа. А вот есть на автобусе в корабле. Все, кто получает рассылку на нашу тему, получат буквально на днях точно такую же рассылку по полку и статистике. Будет написано, когда, во сколько и где. Дальше, если кто-то не получит, вдруг, хотя бы все надо получить. Информация, она уже и сейчас есть на сайте, на форуме. Она дополнительно будет еще раз программирована. Уже ближе к делу будет, когда уже будут оказываться какие-то вещи. Вот мы там будем квартиры себе смотреть. Потому что цените затиры на форуме. Вот, как называется, там наши проекты. Вот, как называется, 14-й российско-генормический. Еще, сегодня вот Александр Александрович Бенедиктов, он у нас укладил проекта марки СВРТ. Вот он показывает целую серию конвертов и марок, которые мы подготовили. Проект очень интересный. Выпущены вот 14 конвертов по всем нашим всероссийским генеологическим выставкам. Они очень красивые, посвященные определенным городам. Проходила следующая серия, это русские генеалоги. Пока эта серия состоит из трех конвертов. Это Савелов, Шереметьев, Ломанов, Ростовский. И плюс два конверта, посвященные как раз выставке и конференции. Если кто-то был вспомнить свое детство, когда занимался марки СВРТ, то, пожалуйста, будет интересным. Даже если никто не занимался этим, то я так скажу, что... Я же неоднократно это говорил, что не всем достались какие-то семейные религии. Поэтому эти семейные религии надо начинать делать самим, своим детям. Вот такие генеологические сувениры, я думаю, что это одна из тех религий, которые могут быть интересны вашим детям. Будет значит, что вы занимались тоже генеологией, чтобы вы были шагистики на нашем проекте. Поэтому, если кому-то интересно, приходите, спрашивайте. Полный комплект из 19 конвертов стоит 700 рублей. То есть по 38 рублей, этот конверт в цене лучше того, что вы можете сейчас маркированный конверт на почту. Это вот то, что я хотел задавать в объявлении. Теперь, к сегодняшнему дню. Сегодня у нас выступит Силаев Александр Дмитриевич. Вот он присутствует. Член ВГО, ИРО, член Союза переведов России, архивист российского государственного военного архива, то есть специалист. И расскажет он нам сегодня про Штавацкий специальный корпус. Наверное, может быть, не все, но, наверное, многие знают, что был такой корпус, который начинал воевать еще в Первую мировую войну на стороне врагов России, и потом стал воевать на стороне России против красных немцев. А затем уже перешел на сторону красных, а потом еще и в сторону мировых. То есть, опять, достаточно. Я ничего не соврал? Не совсем так, но я сейчас... Да. Специалисты расскажут лучше, чем я. Это так, в целом, как вам, чтобы вспомнить, что наверняка это... Как-то в школе это... Ну, например, что у меня пол какая-то. Поэтому я не буду больше мешать. Даже как специалисты на сцену. Ну, послушайте. Я один, можно сказать, составитель данных сторонников. Все начиналось, можно сказать, в 2007 году с подготовки к выставке, которая в 2008 году проходила в выставочном зале федеральных активов. Иззывалось Чехословодский корпус в России, 2014-2020 год. Это международный, совместно с Чехословодской республикой, чехословодской республикой. И в процессе подготовки в 2008 году вышла выставка, и было принято решение сделать международный сборник по Чехословодскому корпусу. Сначала была задумка о том, что с 2018 года все знают известные нам события, и остановиться как бы на этом периоде. В процессе подготовки поняли, что непонятно, откуда все что взялось и откуда исчезло. И решили разделить на две части. Это самый сборник. И решили, откуда что началось, и к чему все пришло. И совместно с Российской республикой историческим архивом решили сделать от создания до падения Российской империи с 1914 года до конца декабря 1917 года. От создания корпуса дружин и так далее до первого корпуса. В 1917 году планировалось создать еще второй корпус. Создавался он из поселенцев, которые в Российской империи были, плюс из военнопленных чехов и словаков, которые массово начали перебегать из австро-инвестской армии. И вот у нас дома нету, и появился вот такой вот увечистый комик первый, который я представлял в 2015 году на Царьёвовских чтениях на 10 декабря 2013 года. И к столетию окончания гермировой войны и созданию чешской республики, чехословатской. Решено было сделать второй тон. С начала 2018 года от событий начала 2018 года, потом от мятежа и до отбытия корпуса разными путями на Западный фронт, хотя уже фронта и не был, просто чехословатый отбытия. Осматриваются разные периоды. Ну, я сейчас несколько фотографий и прокомментирую. Значит, я начну сначала о первом томе, который мне пришёл в 2013 году. Он имел международное содержание с более буквы за рамки узкой специализации. По разной степени представить интерес для тех, кто интересуется историей России, Чехии и Словакии, а также историей первой мировой войны. Выпускать данным годом в строительстве юбилей начала, составить и расценивать свой класс, разработку новых знаний по истории самой войны народных стран, участвовавших в ней. И ещё раз повторить, да, начиналась подготовка и выставка, которая проходила с 14 августа по 28-ю сфере 2008 года. И была превращена в 93-ю гражданскую войну. В итоге всё это закончено, 10 лет потрачено было от выставки до выхода второго дома. Много нового что узнали в процессе. Кто занимался последствием темы? А? Кто последствием занимался темы, чья работа? Чья работа? Это коллективная работа нескольких архивов. Если по первому, то это... В частности, это военный исторический архив, это военный архив. Архивы Чехословакской республики, Чешеской республики, которые представили на фотографии. И некоторые документы. И... А во втором томе это... Участники это... Российский государственный архив. Государственный архив Российской Федерации. И... Региональный архив. А вот документ расстроен политическую и в известности идеологическую составляющую деятельность общественных организаций Чехословаков, которые были в Российской империи. А вот, если говорить про фотографии, то было для выставки отобрано 114 документов, а в первый том вошло более 500 документов, включая фотографии. 502 документов вошло с июля 14-го, с начала фермера войны, по декабрь 17-го. Отошли документы. Погатал следующий, можно сказать, за 14-й июль декабрь 46 документов, за 15-й 100, за 16-й 157, а за самые крупные события 16-го года 197. Если вы хотите, я туда сядю, пишу. И был разделен, например, в определенном этапе в процессе создания Чехословакских войсков в формировании отражает принципиальные изменения в организационной структуре. Исключение составляет только лишь первый раздел, открывающийся манифестами Николая Второго, который дал в гонике, то есть в истории первого представления, о состоянии военной России с Германией и Австро-Венбией, и в отзвании графонного главнокомандующего Российской имперации и армии Великого князя Николая Николаевича Бладшего Романова «Нородом Австро-Венбией». Вот я еще раз повторюсь, в сборнике публикуются документы из архивов Российской Федерации и Чешской Республики. И повторюсь, военно-исторический, да, Российско-Государственный, да, в первой том еще государственный архив Российской Федерации, Российско-Государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, ведомственный, это архив внешней политики Российской империи, тоже представил, а в среде чешских это военно-исторический архив Чешской Республики и Министерство обороны Чешской Республики. Военно-исторический архив представлен документами на разных уровнях военной власти. Ну, это как верховные, центральные, фронтовых, армейских и окружных органов военного управления, из фондов канцелярии военного министерства. Большая часть выявленных военно-историческом архиве представляется в 1917 году. Более ранних, вот, как-то, у них не нашлось. В сборнике, например, публикуется подробное описание боевых действий под сбором 3-го чешно-словацкого стрелкового полка имени Яна Жижки. Составленная командиром Мамонтовым тем самым, который отличился рейдами во время гражданской войны и направленной редакцией вести к особой армии. В момент политического переворота в России корпус находился на территории Украины. И, в связи с этим, все публикуются документы, связанные с этим периодом. Что же происходило в это время на Украине, и как относился ко всему этому к Савадскому корпус в конце 1917-го, начале 1918-го года. Публикуются также несколько документов военно-армско-венгерского командования, выявленных в РГВА и переведенных с немецкого языка для новоиздания. Это, например, показания военнопленного Пауля Иржабика. Будучи острейским чехом, он прошел путь от солдата до военнопленного. Русскому плену был привлечен к работам в сельском хозяйстве, затем на производстве. В 16-м году вступил добровольно в российскую армию. Это можно в сборнике его показания увидеть. Архив внешней политики представлен документами Особый политический отдел и один документ из фондов архив войны. Государственный архив Российской Федерации представлен документами из личного фонда Николая II, имеющим принципиальное значение к событиям в Москве и Петрограде с началом войны. Российский государственный исторический архив из Санкт-Петербурга представлен перепиской Совета министров с МВД и МИДом по вопросу учреждения Чехословацкого народного совета в России. Чешские архивы представлены в военных фондах чехословацких обществ, находившихся в территории России. Например, есть тексты присяги офицеров чешской дружины от 14 декабря 2015 года и присяги чехословацкого солдата на фоне знамени. Очень интересные документы в первом томе, позволяющие создать объективную картину предстоящих событий вокруг ферберуемого корпуса во время смутных событий после февральской революции. и как к всему этому опять же относился корпус и его роль в этих событиях. Сборник построен по хронологическому принципу, от начала войны и к концу декабря, как я уже говорил, 2017 года. Известно, что со смены государственной власти в России в ноябре, с декабря 2017 года на военное управление старой армии, в частности военные министерства и Ставка, продолжали функционировать и поддерживать жизнедеятельность армии, отжидавшихся терпения обещанной большевиками демобилизации. В отличие от многих частей, Чехословацкий корпус не был подвержен тем тенденциям, что разложение и они продолжали удерживать фронт в местах своего пребывания. Даже, повторюсь опять, что хотели создать второй корпус, но не вышло. Рассматривался советским военным руководством не только как боеспособным, но и как будущая честь новой армии страны Совета. Хотели даже влить новые вооруженные силы. Но у стран Антанты были свои планы на этот счет. События на Украине и противоположство с Украинской народной республикой с большевистскими правительствами объявленными в 5 декабря 17 стороны СНК Советской России решили читать раду в состоянии войны с нами. И это тоже сказалось на корпусе. В условиях начальства вооруженного противоборства между двумя правительствами, руководство ЧСНС Чехословского национального совета в лице Томаса Масарика занял в сторону Украинской народной республики и подписал с ней соответствующие соглашения о признании и условиях временного пребывания Чехословатских войск на территории России и Украины. Таким образом, в декабре 17-го, после подписания указанного соглашения, Чехословатский корпус перестал подчиняться советскому военному команду и пришел к подчинению военного команды Украинской народной республики. Однако, как в случае советской, украинский статус был временным явлением. Менее чем через месяц, в январе 18-го года, Чехословатский корпус получил новое правительство в лице французского командования, став частью автономного Чехословатского войска в составе французской армии. И дальше все из этого и будет исходить. Завершается сборник соглашения 7 января 18-го года, это уже по новому стилю, документами вот этого пилю. В сборниках включено 124 примечания по содержанию, более 2000 примечаний к текстам документов. То есть каждый может сам себе сделать представление о том или ином событии, и создатели сборника как бы предлагают читателю самим сделать выводы как в происходящем событии с 14-го по 17-й год. В первый том включена была 141 биографическая справка. можно сказать, что это полезно для генеологических исследований, вдруг кто-нибудь найдет своих родственников или кому-то подобное. Вот по первому тому несколько фотографий с разными словатского корпуса. Это вот один из знамен Чехсаладского корпуса, а точнее одной из дружин еще для создания корпуса. Вот боец. Это тоже одно из знамен. Это один из командующих корпусов генерал-майор Шокеров. На отдыхе бойцы тоже. Это стародружинник, не помню его фамилию, который был поднен австровенграми за то, что вступил в ряды чехсаладской дружины. В 14-м году или в 15-м году. Так, если брать второй том, то начинается, я повторю, приурочен был к окончанию Первой мировой войны и столетию образования в Савловской республике. Из-за этого небольшая гонка началась, чтобы там показать, приурочить к образованию, и чтобы наш президент смог вручить президенту Чехии и подарок такой, таком называемой республике. Во второй том вошло 544 документа за период с января 18-го по ноябрь 20-го года от отхода чехсаладского корпуса с территории Украины в начале 18-го до эвакуации в Владивосток в конце 20-го года. Сборник, опять же, представлен обширным иллюстративным материалом, фотографиями из чешских архивов, государственных архивов Российской Федерации, а также иллюстративное издание, изданное в 1928 году в Праге. Впервые в наушный оборот комплексно воются исторические материалы красной и белой армии, документ стран Антанты, отделение Чехословского национального совета, представители органов Чехословского национального движения и государственного учреждения Чехословской Республики. Второй том состоит из двух предисловий исторического и археографического и четырех разделов для вложений, примечаний и биографий, но указатели, перечень документов в списке сокращений. Тоже богатые биографии, можно ознакомиться, собраны по крупицам, библиографии собраны по документам источников архивов в российском государственном архиве. Были некоторые сведения найдены, например, об офицерах Красной и Красной армии по интернету и специализированной литературе о гражданской войне. Вот первый раздел второго тома, возглавливый период за январь-майя 18-го, когда чехи держали вооруженный нейтралитет и старались соблюдать все условия договоренности с большевиками, сдавать оружие и тому подобное. Было принято решение, что двигаться они будут не через Москву, хотя были призывы к двигаться через Москву, но решили в обход Москвы. И, наверное, это было правильное решение. В это же время Брестский мир, и немцы как бы из-за одним условий подписания Брестского мира, что Краснодарский корпус будет двигаться не через Мурманск, как первоначально, а через Дальний Восток. И поэтому вот так вот и растянулся все эшелоны от Москвы, как и до самых до окраин. И вот второй раздел охватывает за май-ноябрь 18-го от вооруженного восстания корпуса против большевиков до окончания Первой мировой войны в ноябре 18-го года, когда Чехословский корпус просто уже не мог понять, а зачем мы здесь? Война-то кончилась. Раздел третий охватывает период ноября 18-го и февраль 20-го, охрана тыла вооруженных сил Белых. То есть как бы в это время случился в ноябре 17-го года переворот Колчака, и по договоренности с чехами, они должны были охранять железнодорожную магистраль на все протяжение от Самары до Дальнего Востока, что, собственно, они и делали. При этом совершали карательные рейды против тех, кого они считали бандитами, кто мешает движению поездов. Ну, правда, так и не нашли, что они применяли к красному или местному населению и какие-то очень сильные карательные функции. Вот про белых есть такие сведения, про казаков, про японцев, которые там нещадно местное население, и китайцы, и кто там только не был. А вот связанные с чехами, и даже польские эти самые легионеры там тоже зверствовали, а вот в чешском так вот не нашли, хотя нас на высшем уровне просили такое найти. Вот. И раздел четвертый охватывает перевоз до февраля-октября двадцатого и посвящен эвакуации чехословакского корпуса из России в Чехословакию. Ну, собственно, после отбытия в Чехословакию они думали, что будут отдельной единицей, но этого не случилось, они были просто влиты в ряды вооруженных сил Чехословакской республики. Ну, вот можно показать фотографии, которые этот период из-за второй том охватывает. Это, собственно, событие где-то вот перед витяжом, восемнадцатый год. Вот боевые позиции. А это вот отбывающие легионеры из Украины. Если кто сможет перевести, что здесь написано. И вот у них вагоны были. Это вот редакция газеты. Такая похоронная. Она на одной из станций. Где-то вроде как даже это Омск. Совместная пока еще с большевиками. Они осматривают железнодорожные пути и... Вот это после взятия Омска белыми, это вот парад. А это вот известный бронепой историк, который... Сначала у него было название Ленина. Его переименовали Чики Горлик. И он сразу принимал в разных боях участие. И в итоге в конце где-то двадцатого или двадцать первого года ушел в Китай и сдался китайцам. Это, собственно, он же и его команда. Вот среди офицеров, здесь вот офицеры французской армии. Здесь на встрече принимают конкурс. Генерал Жан-Эн. Нанимает представителей Чексовасского корпуса. После прибытия как... Он же командующий всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке. Вот еще один парад в Омске. Это вот охраняет один из мостов на Байкале. Тоже охрана. Вот один из туннелей на Байкальской железной дороге. Трансфирской. Это вот перед погрузкой в эшелоны. Вот один из во Владивостоке из кораблей, которые отбывали. И все, спасибо за внимание. Очень короткое сообщение. Вопросы? Вопросы? На сцену уходите, сейчас зададим. На Украине? На Украине? На Украине. На Украине. На Украине. На Украине. Под сбором. Это сбором. Знаете где? Что? Сборов. Сборов? Какая дуберния? Скажите, будет проще? С Траковской? Откуда у нас нет? Зато там проще С той стороны Какой ближайший город Раков? Я не знаю, который ближайший город Это город какой гуверний? Сейчас найдем В двух словах напомните нам всем Вообще про Чехсландский корпус Потому что Цель задачи Политическая ревитация, похоже, была Единственная, это выжить То есть он не специально был законовать за Австро-Венгрию За Российскую империю За красных, за белых, за синих, за зеленых Цель была выжить Во время Первой мировой войны у них была цель Как бы это Участие в боевых действиях На Западном фронте Сначала на стороне Австро-Венгрии Нет, нет Они как раз создавались из военнопленных И тех, кто жил в Российской империи И Кем создавались? Через Чехславадского национального совета Представителями И Будущими руководителями Чехславадской республики Туншем Масари Чехи-то были не только В Российской империи А еще преобладали во Франции И В Англии, и в Штатах Это как бы Цель создания корпуса На чьей стороне бывают На чьей стороне бывают На чьей стороне союзников Антанты Против немцев и австрийцев И разложение австрийское А когда Развалилась Российская империя То они в статусе сначала непонятны Кому мы подчиняемся Еще Западные союзники Как бы не сступили Они только с января 18-го года Некоторое время Подчинялись Советской власти Заключил договор Но после того как на Украине Пришла Украинская народная республика Они заключили договор О том что они Подчиняются им А цель какая То есть это был корпус наем Они хотели да Использовать его В своих целях И против большевиков И против Собственные цели Чехосарадского корпуса Никаких Кроме одной Да А потом В командовании Французской армии Ну да как это Подразделение французской армии В оккупированной стране Или как назвать С целью направить на запад А после И конечно Как-то Подгонять большевиков Ему было без разницы За кого воевать Да Так как большевики По их мнению Мешали В борьбе С немцами На западном фронте Они как бы это Как их называли Наймиты Германии Нет большевиков Ну идут И Находятся На территории Оккупированной Большевиками Немцами И кем там Да Известными событиями Еще 18-го года Есть боевые действия Под Махмачом Где Они совместно с большевиками Держали фронт от немцев Но потом ушли И бросят фронт На На Красных Ну а это они считают Что они Ушли с боями И Ну Командование Красной армии считает Что Они их сдали Их предали Да И фронт После этого Рухнул Потому что там защищать было Некому собственно С приходом Нет К тому К моменту как В ноябре 18-го года Случился мятеж В Колчаках Я Читал документы Под войском Что уже Мятеж Ушел Уже Готовы были Загасить Но тут случился мятеж И Все началось по новому Мятеж Мятеж Случился В Мунске Где пришел Классик Колчак И он решил Опять же Корпус Своих целей Красного Хотя в это же время Закончилась Первая мировая война И они уже не могли понять А в каком мы здесь Статусе находимся Война то кончилась Причем Причем по Умску Они были на Украине Потому Условия Условия Брестского мира Я уже повторюсь Еще раз Первоначально Сначала Они должны были отправляться Через Мурманск С Украины Мурманск А по условиям Брестского мира Немцы Поставили условия Что они должны Отмывать Не в ближайшем А через Дальний Восток И собственно Эшелоны потянулись На Дальний Восток А тут Колчак А тут Колчак Да И все И витешь Конца мая Восемнадцатого года И тут все Вот И все хотели их использовать Они были на просьбе Все хотели использовать Они были на просьбе Я не понял Сколько в корпусе Если вы можете посмотреть Ну Корпус Там до 500 тысяч Сколько Затем на нас Сейчас Что Ну Ну Тут И Устраивают Своё правительство Устраивают Бардак стране Что И делают Они на самом деле Сколько 50 тысяч 50 тысяч Это когда Часть отбыл А На чем Довольствие Они были Начнем Довольствие Кто содержал На том удовольствие Кто содержал На том удовольствие Одни То вторые То третьи Офицеры были Сначала Первоначально В Чехославском корпусе Офицеры царскали После того Как Да Да А после того Как В восемнадцатом году Офицерам было предложено Или вы Приступаете в корпус Под подчинение Французского командования Или Валите все Из армии И начали Офицеры Один писать заявление На входе А другие Остались Например Вот тот же Слышали Радола Гайда Да Такой Который Поднялся От самых низов До генерала майора И все там Где-то за Полгода До восемнадцатого года Стал командующим И Корпусом Ну Честно говоря Создается впечатление Так у меня По крайней мере Не очень положительно Об этом Чехославском корпусе Почеркну Поэтому Мнение Как это Почитайте И Согласен Делаем А В процессе поиска Да А как Вообще Роль этого Чехославского корпуса Оценивается Самой Чехославский Скажем так Это что Герои Победители Наемники Они же Герои Да Было Несколько лет назад К столетию Начало Столетию Образования Республики Движение За то Чтобы Устанавливать Все памятники Которые Были Поставлены Во время Как это Движения На Дальний Восток Во время Те кто Там Погибали И им ставили памятник Вот все это восстановили Это На уровне Нашего президента Вопрос Как мы это Будем делать Или Даже Нам Бумага Пришла В архив Вычленять Чехов от Словаков И смотреть Где их злодеяния Приехал от министерства Образования Спрашивали Как это Мне делать Каким образом Я буду Вычленять Кто это Чехов А кто это Словак А мы Я не знаю Мне На уровне Шойку Приказали А насчет Злодеяния Были Или Нейтральная позиция Которая Ни на что Называли Бандиты Красные Бандиты Белый Бандит Бурмалиновый Бандит А с белыми У них Были Взаимоотношения С колчаковцами То На уровне Дружбы То Они Ссорились И когда Осенью 2019 Началось Падение Фронта Колчак Начал Слать Гневные Возвания Ну и потом История С золотом То ли они его сдали То ли как Историю про золото вообще не рассказали История с золотом Там Это тоже во втором томе есть Там Передача Золота Ну как Известно В Казани взяли Золото И оно начало храниться Под охраной Чехословакского корпуса И все время Следовало Как Было Под охраной А А Кто решил Отдать Под охраной Золото Адмирал Колчак Вот И В ноябре Осенью 2019 Года Он Самое Своё Он На него Хотел Купить оружие У Японцев Там Еще у кого-то Он Японцам дал Это самое Золото Чтобы они ему Оружие прислали А самого У него Видимо сил не было Ну как это Самое лучшее подразделение У Чехословакского корпуса Даже во время Гражданской войны У них Разложенцев Там У У офицера У колчака То есть они не пили Да Там Такого Тоже Незаметно Да Военные Подвиги Как Военные Подвиги Георгиевские Кавалеры Кресты получали И не только кресты Но У них наград Это Тоже есть В сборнике О награждениях Под битвы Под Сборовом У них там Много награжденных Было Не тот же самый Бахмач Они считают Что они Награждали немцам Сопротивление И за это Они получили награду И Под Сборовом И Под Сборовом И Колчаковцы Колчаковцы Тоже награждал Первоначально За все подвиги Как бы награду Задним числом И так далее В архиве Есть какая-то Картотека Отдельная Или что Или это просто Документы Но нет личных дел Картотеки Вообще Картотеково Сохранился Есть у нас Лог 4215 И не только он Где Можно найти Наши церов Как и Белой Армии Так и Чехославский корпус И Цвиньи Собственно Именно Библиография У нас Из этого И представлена Вот То что сейчас Собрано Пусть хотя бы В двух томах Они Ну в первую очередь Интересно Даже не столько Нашему населению Чехославскому Они какой-то доступ К этому имеют Они вообще Знают об этом Да Я вот Передавал Сотрудничество с нами Доктору исторических наук Не нашему Зое Сергеевну Соборник Тогда Как раз к ней приезжал Представитель Университета Там Какого-то В Чехии Он Услышал Да Можно мне такую Вот Потому что Я слышал Но Где мне его взять Раздобыть А вот В Чехии И Словакии Есть какой-то Я не знаю Ну Продается Я на сайте Удается понятно А Какое-то движение Которое пропагандирует Самочиславский корпус Которое Значит Почитает их Как герои Что-то Они там сами У себя Чтут Знают Интересным Это неинтересно На уровне На уровне Высших Это Они Чтут Конечно Они же хотят Создать в России Типа Это в России А у себя Они как-то Не знаю Это правительство Я понимаю В России А у себя В Чехословакии Ничего нет Ну Хотя бы Не прислали Они нам прислали Вот фотографии И Некоторые документы Которые Без названий Где-то у них это есть Но Людей Которые Занимаются Этим Нет Ну Вот Они Чтобы Пропагандировать Они С 2008 На уровне Но Как бы Они потом Отошли в сторону Типа Нам это Интересно Нам это Неинтересно К столетию Образования Чешской Республики Нам вдруг Опять Стало Интересно Давайте Мы Поставим В России А Те Когда они Вернулись туда Они все Отошли в сторону Они только Известные Несколько Человек Которые Куда-то Поднялись Вячеславовском Правительстве И Чешской Армии Ян Сырова Например Один из тех Кто Собственно В 328 году Сдавал Республику Вот Здесь По-моему На 277 персонали Да? Да А вот Эти персонали Хотя бы Абсолютно Порядки Перечислены Где-то Можно Конечно Книги Можно Книги Можно Где? У нас в архиве Нет В архиве Это в архиве Еще больше, чем в книге Сложнее вернее Я говорю Хотя бы Может в электронном виде Ну хотя бы Перечислить Персонали На каком-то сайте А Опубликованные Мы Для сборника Мы находили На сайте На сайтах Разных Нет Вот сейчас Эти 280 персоналов Где можно увидеть Что они Хотя бы Третья фамилия Есть где-то? Я не знаю Я не выкладываю Но если кто-то Я к тому введу Может быть Хотя бы Для начала Выложить эти фамилии Где-то на общедоступных сайтах Ну хотя бы На нашем На любом другом Чтобы люди знали Что в 208 человек По крайней мере Есть документы Нет Просто мы на все смотрим С такой генеалогической точки зрения Да Практической точки зрения Вот удалось найти Обработать кучу документов Да Но вы же понимаете Что книга Это все-таки Ограниченное пользование Да Вот их там издали Пусть даже тысячу Тысяча человек Может это посмотреть Конечно У нас первая мысль Куда бы действительно Выложить Чтобы если кто-то ищет Мог это найти Конечно Потому что Всегда бумажные книги Искать гораздо тяжелее Нежели Ну вот мы сами Когда мы сделали второй том То Вот Я еще раз повторюсь Да Мы искали Где эти люди Как их найти Находились Иногда На французском Французской Википедии Не только Википедии Да Она переводилась И там Генерал Жанен После того как он был Например Из России Он больше уже ничем не известен Он ушел там В деревню Жить И как это И все На покой Там Никому Во Франции Не сдался Генерал Не нужен Типа Сделал свое дело Цезарь Нужит уходить Здесь Получается Эти 280 персонали Это Высший офицерский состав Это Там не только Высший Там И И Те Все остальные Тысячи Солдат Военнослужащих Есть информация В архиве Какие-то Списки По бригадам По дивизиям Как они Перечислили Есть Фонд Один 1990 Охин Чехтовадский Корпус Как он Называется Краснодарский Корпус Коллекция Допументов по Чехтовадской Республике Она Как бы Попала к нам После Некотечественной Майды Когда архив взяли? Да Больше особо Так вот Там Примерное количество персоналей А можно А сколько там Персоналей 50 тысяч 100 тысяч А примерно 280 человек То есть Ну Мы брали Как бы Те кто Те кто Нам попадал В документах Пропадался В докладных Телеграммах И так далее То есть Реально Все Если братья Ничего 280 человек Это Капливой То есть На самом Чехтовадском Корпусе Да Это так Я даже скажу так Что Мне Я на днях Случайно Я был в музее Как это В МГУ В музее В институте Сейчас Институт Механики И Там Заказочный Человек Я думаю Что у него за имя такое Я спрашиваю А кто Он такой-то И Кто его предки-то С таким именем А он говорит А он это У него там То ли дед То ли отец Инопленный Славацкого Пропуска Который Нет Ну А в Венгерской армии Попавший в плен А в восемнадцатом году Он пошел В Красную Гвардию Это Там были Красные ячейки И Которые пошли Красные В общем Честно говоря У меня ощущение такое Что действительно Это Как-то не обидно Но В первую очередь Самим человеком слова Кажется Мне интересно И не нужно В первую очередь Потому что Из такого Большого количества Они лично вообще Ничего не делают Значит В первую очередь Им это не нужно Неинтересно У них это было Интересно В десятые годах И Ну Понятно Я ничего у них Чтобы у них Уходил подобного И ничего не видел Согласен Согласен У нас Такой же Ничего не хотящий Стабил Утран В Украине В Украинских архивах Есть какая-то Информация О Украине Проживаемого корпуса На территории Украины Или Это все В Украинской империи Все в российских архивах Это все Даже непонятно В каких архивах То ли В военно-историческом архиве Что они нам дали То у нас и есть А Мы глубоко Так не копали Но это видимо На уровне Военно-исторического архива И где Ниже было подчинение Там непонятно какое Украинское Где эти фонды Украинского Взаимоотношений Украина 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 была на стороне Германии Вот Да В период Где-то Скарапанский И Поэтому Фатнес с ними разорвал отношения Потому что они Дружили с немцами Они были Единицей Англии Толчака Или Какие у них взаимоотношения Украина На его единицах Толчака Они не были Они подчинялись Французскому командованию А почему французы Почему французы Так сказать Украина Как это Как это Вот С Какого Ну логика есть Очень большая Логика есть Какая Франция была союзницей России В России происходит Черт и что И французы Берут под свою опеку Людей Которые Так сказать Воевали Не россиян Не россиян Нет Получается Из Белой Половины Кто Какая Половинская Половинская Нет Ну тогда Не было Офицеры Царская армия Они Как это Во время Создания Корпуса Высший Фонсостав У этих Не было Никого Они формировались Из офицеров Царской армии И после События 17-18 Года Они В неправильном Статусе То ли Уходить Вольняться То ли Рассоваться В корпусе На неправильном Но Кто-то Остался Кто-то Ушел А Чертихия Была Достаточно Это Была Часть Старенгерской Империи Нет Нет В 18 В 18 В 18 Чешская армия Чешская Республика Сформировалась В ноябре 18 Года В этот период Они подчинялись Чехословский Национальный совет С И Вот Они Ему Подчинялись И Одновременно Французскому Команду Которое им взяло По свою Для того Чтобы Сражать Боевые единицы Борьбы с немцами До западной крови Ну вот Как-то так И так же Было и другие Военные подразделения Польской армии Они так же Были Но Особенно Чехословский Стал Частью Французской Армии На территории Российской России Как это? Да Да А так как В России Чехословно 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 Франция Могла использовать В своих Интересах По любому Совершений И так далее И Например Если мне попалось Письмо Генерала Алексеева Января 18-го года Французскому команду Где он просит Предоставить Корпус Ну или часть корпуса Для поднятия Вятежа На Дону И отчасти Получился Известный Ледяной Поход Который Генерала Корнилова Да Там участвовали Представители Саватского Подразделения Подразделения Да Так Начали с опросы Очень удобно Я смотрю Подемонстрирую Фотографию Парочку Из Омска Корпус Омский А из Тюмени Он считался столицей Поэтому Есть фотографии Из Омска И Владивостока И Тюмени Тюмени Нет Мы Тюмени Нет Не попадалось Спасибо большое Спасибо большое Сообщения интересные Но запутанные Да Я вот не зря спрашивал По поводу Отношений правительства Легийцев На самом деле Конечно У нас тоже Немчу так чистых хорошо. Ну, вот мы сейчас, слава Богу, хоть немного стали разбираться с героями Великой Отечественной войны, нашла очередь у героев Первой мировой войны, но в том числе, вот, действительно, такое, значит, сооргирование как русский спецсорный корпус, мы тоже пока мало что о нем знаем. Кстати, Елена Наумовна, которую многие из нас знают, она бывает, и делала доклад, они организовали целое общество, регистрировали его, и 12 мая, это 12 мая, приглашают всех в такой интерес, посвященную как раз русскому спецсорному корпусу, то есть у нас тоже есть такие муки в мае. Ну, 19-го. Ну, я сейчас не могу точно. Ну, да, 19-го, 19-го, да. Музеи можно звонить. Да, то есть там небольшая, сейчас такая, ну, и помогает, поэтому, слава Богу, поэтому у нас тоже есть такие белые пятна, белые страницы, и, ну, раз уж коснулись вот экспедиционного чехослованского корпуса, то, может быть, есть смысл тогда в эту работу как-то, ну, повысить эффективность, вот, ну, мы же не с Туизляницей спрашивали по поводу, ну, хотя бы опубликовать фамилии где-то в таком-то месте, ну, а, пожалуйста, можно на нашем сайте когда-то ставить площадку, может появиться те же потомки, которые живы в России, или тем потом... То есть потомки генералу Шакова, а они вот все интересовались. Ну, генерал Шакова-то один, да, и он генерал. Мы сами прошли через 1914 год, когда офицеров и генералов, в том числе, знали, для денег и кормилов и так далее, но, например, недавно Иванов, Сидоров и так далее, никто не знал, только благодаря вот тому, что мы первые начали пазлы, все-таки вот ниже щенок показалось, что их достаточное количество. Поэтому наше предложение, это дело, хотя бы эти 200 тысяч персоналей где-то... Если, например, прославился Капитан Тихий только тем, что его убили. Он был в охране Колчака, и его какой-то там Югослав убил. Югослав? Да, Югослав его заколол штыком на том, что нам что-то там не понравилось, и его дело дошло до Колчака, и до высокого командования, и там, и так далее. Если дадите разрешение на публикацию, публикуйте, нам предоставим площадку. Слушайте, вы не забрали. Так это, собственно говоря, они могут как участники Первой мировой войны, базы, как участники Первой мировой войны. Совершенно верно. Вот как по-то французскому эксплуатационному есть, а... Время гражданской войны называют... Время гражданской войны... Вообще-то... Интервенция в каком смысле... Ну, что мы видим, что в присутствии членов иностранных государств на территории России во время, как сказать, правительственного кризиса власти. А вот сейчас поддерживает Россию создание этих мемориалов, памятников? Нет. Они хотели как раз наоборот. Любилей прошел, уже все будет интересно. Нет, они хотели как раз на нашем высоком уровне найти как раз этот повод для того, чтобы не восстанавливать эти мемориалы. Так как и просили найти как там злодеяний, чтобы не оставить. А в уровне высоком как раз наоборот. Потому что это была инициатива как бы Чехии восстановить мемориалы в России. А у себя? А что у них все восстанавливали? Они там ничем не прославились. Они туда пришли и стали частью чешской армии и всех на пенсию отправили. А нам они очень нужны. Нам они не нужны. Да, была задача выявить именно чехов отделить от словаков. Потому что эта чешская республика изъявляла желание поставить памятник. Не Словацкая, нет. Словацкая не изъявляла желание. Поэтому, собственно, на уровне высоком хотели найти именно злодеяний, дать повод не оставить памятник. Или восстанавливать те, которые есть. Они хотели поставить новый. Великая Отечественная война. В Волгограде не только немцы ставят свои памятники. Так и эти же хотят. Типа, мы хотим, что мы здесь были. И я здесь был. Здесь был Батя. Но на уровне нашем... Не знаю, чем это дело кончилось в итоге. Для меня вот только вот это вот выходило. А вот процентов от Машины и персонажей, которые представлены в книге. По национальности столько чехов, сколько других. Да никто и только не знает. А вот вы сказали, что Югослав, так сказать, что... Ну, один выбил... А это потому что дело такое вот... А, потому что один убил другого, поэтому и здесь. Там разгорелось такое же дело из-за того, что он убил там из охраны. Полчака. И это дело стало... Нашло там до французского командования. А? Вот чем-то не понравилось ли у Закалбусова? Ну, из этой серии, да. Так, давайте тогда закончим сегодня, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Я еще раз хочу напомнить, что в мае мы здесь встречаться... Не будем встречаться в Ярославле. Поездное заседание, так что все приглашаются сюда. А сейчас давайте, наверное, перейдем к формальной части нашей встречи. Летом? Конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.